Здравствуйте! Приветствую вас на канале Notix. Сегодня мы рассмотрим ноутбук Asus X540LA. Стильный, модный, недорогой. Давайте посмотрим на него поближе. Крышка ноутбука выполнена из пластика. Я бы сказал, что она такого черно-шоколадного цвета с вертикальной шлифовкой. На ней остаются печатки пальцев, довольно ощутимо, но также можно легко и стереть их. Рабочая поверхность выполнена из такого же пластика, тоже с вертикальной шлифовкой, только уже золотистого цвета. Я не слышу на камеру, скорее всего, она будет выглядеть как серебристого, но это золотистый цвет, имейте в виду. Клавиатура у нас полноразмерная, кнопка включения располагается здесь. Мне не очень нравится, когда стрелки так расположены, что они заезжают в цифровой блок и к основному блоку, но к этому просто нужно привыкнуть. Плюсом является то, что они такой же величины, как все остальные клавиши. Клавиатура имеет средний ход, отклик не такой упругий, как хотелось бы, но для набора текста она подойдет. Еще одним плюсом для кого-то может служить то, что кириллицы латиницы нанесены разными цветами. Я знаю возрастных людей, которому удобнее различать именно вот так вот шрифты. Тачпад среднего размера, нажимается внизу, в принципе распознает все основные жесты, никаких претензий к нему нету, но лучше бы использовать мышку. Дианалит дисплей составляет 15,6 дюйма. Покрытие антибликовое, это TN матрица, зато с Full HD разрешением. Здесь неплохие углы обзора по горизонтали, значительно хуже по вертикали. Но если вдруг вы вчетвером заходите посмотреть какие-нибудь фотографии с отпуска, или заходите показать своим друзьям фотографии с отпуска, вот так рядом все станете, то в принципе все будет видно и понятно, и никаких проблем не возникнет. Что касается звуковой пистсистемы, она здесь состоит из двух динамиков. Звук на самом деле для такого корпуса очень и очень неплохой. Можно даже музыку послушать, если вы в этом плане не очень требовательны. А так для кино, YouTube и всего вот этого она подойдет более чем. Все порты располагаются на левом боку этого ноутбука. Среди них три USB, один из которых Type-C. Есть два видеовыхода сразу, это HDMI и VGA, даже есть RJ45, что приятно. С правого бока мы видим DVD-привод. Немного отвык уже от них, но он здесь есть, если вдруг кому нужно. Точнее на этом ноутбук составляет 2 см и 7 мм. Это вот с этим отступом, где здесь находится как раз аккумулятор, что в принципе много для такого ноутбука. У GL73 по-моему такая же толщина. Зато весит он всего 2 кг. Наши конкретные модификации установлены. Процессор Intel Core i3, причем пятого поколения, это 5.205. U штатной частотой 2 ГГц, без трубобуста само собой. 4 гигабайта оперативной памяти DDR3, 500 гигабайтный жесткий диск. И здесь не установлен Windows, здесь установлен Android OS. В связи с этим ноутбук стоит значительно дешевле. А перед тем, как продолжить, хочу сразу сказать, что стоит он 23 600 рублей. Так какие же плюсы мы имеем, покупая этот ноутбук с устаревшей немного начинкой в 2019 году? По сравнению с его аналогами. Хочу сказать, что если вы рассматриваете аналоги именно на Intel-ских процессах, то увидите Pentium N5000 и тому подобное. Так вот, этот процессор, несмотря на то, что он устарел, все-таки лучше, чем N5000. И если вы смотрите именно low-сегмент и хотите сэкономить по максимуму, и смотрите ноутбуки без Windows, то я бы рекомендовал купить именно в такой модификации, чем, например, на Pentium. И вторым его плюсом является Full HD дисплей, который, несмотря на то, что здесь он TN, у него не самые плохие углы обзора, как для бюджетного сегмента. Также этот ноутбук неплохо держит батарейку в районе пяти часов у меня получалось на схожих моделях, схожим процессором, что, опять же, для бюджетного сегмента более чем достаточно. Еще плюсы в том, что он не сильно греется, процессор всегда воздает свои штатные 2 ГГц, и он издает по минимуму шума. И с этим, почему бы вы его не купите, если вам нужен бюджетный ноутбук на интелском процессоре? Спасибо за просмотр и до свидания. Продолжение следует...